Приветствую вас, дорогие друзья! Добро пожаловать обратно в Варлак, когда проходит Египет при цивилизации. Или при цивилизации Египет, или просто Египет, или там... Ну, короче, вы поняли. Так, мы пытались построить Иераконопольское вождество. И у нас с этим возникали проблемы, потому что мы не будем добывать достаточно... Мы... Если мы хотим объединиться с этими ребятами, то нам нужно вот на следующий раз 100 еды и 100 молотков. Мы пока что подумаем и закончим ход. Нам нужно максимально-максимально сейчас заняться производством еды и молотков. Вот следующий ход, вот этот парень тоже пойдет на еду и молотки. Но сумеет ли он этого добиться? Вот тут вопрос. Мне кажется, что это для нас будет практически нереально. И знаете что? Мы... Мы даже, наверное, не хотим ничего строить в данный момент. Потому что... На строительство у нас опять же уйдут эти же молотки, которые мы пытаемся применить для, собственно, этого Иераконопольского вождества. Давайте пошлем лучше этого рабочего дальше продолжать добывать нам еду и строительство. Стройматериалы. Короче, нам нужно 1000 ровшанов и 5000 джамшутов, чтобы это сделать. Ладно, заканчиваем ход. Здесь нам тоже ничего пока что не поможет. Заканчиваем ход, посмотрим. О, нет. Это что, ветер из пустыни? Ааа, песчаная буря. Бог... Бесет бог пустыни и ярости впал неистовства. Ааа, беда. Два хода, минус один еды по всем регионам. Ну, мне кажется, что это цементирует наше поражение в вождестве. У нас осталось 5 ходов. Нам нужно еще захватить троих... Еще захватить троих ребят к себе в тусовку. То есть, три племена еще надо собрать. Можем ли мы проиграть, если не выполним это задание? Я не уверен, на самом деле. Но песчаная буря это очень поганая хрень. Вариант номер два. Мы можем всех послать на строительство армии. Нахреначить дофига войск. И захватить их войсками. Как вам такая идея? Потому что, ну, поскольку мы будем копить, даже если у нас кончится вот эта вот буря через два хода. Но сейчас мы вот копим плюс 10, плюс 22. То есть, мы накопим... Тут все упрется в нехваток еды. Даже если мы вот этого парня зашлем на еду. Где у нас парень еду? А у нас еду-то добывать где? В море, что ли? Ну, не совсем то, что нам требуется сейчас. Даже если мы его зашлем сюда, добывать эту одну еду. То мы будем 10 еды. За 5 ходов мы добудем 50. Нам нужно будет еще 150 еды. То есть, это физически невозможно. Давайте пойдем с другой стороны. Давайте попробуем захватить их, используя силу. Поэтому засылаем максимально на добычу войск. Все, все идут добывать войска. Все, в смысле, тренироваться в армию. Давайте. Ребят, все, любой ублюдок, который может держать в руках копье, идет штамповать нам войска. Общий сбор объявляем. Все рабочие занимаются войсками. И мы, кстати, сможем довольно большую армию собрать в короткие сроки. Проблема в том, что мы при этом... Наверное, не надо вот этих ребят заслать. Наверное, проблема в том, что мы лишимся большого количества ресурсов. Но, собственно, это, наверное, и есть интересная такая симуляция войскового сбора. Так, ну нам точно стоит кого-нибудь отправить на территорию, где добывается 3 еды и 2 недостроиматериалов. И если эти кошки перестанут скакать у меня по голове, будет вообще замечательно. Да, кошки? Собаки, блин. Бешеные. Так, ты пойдешь туда. Сейчас мы небольшую перестановку сделаем по рабочих. Ну и опять же, строительством мы пока не будем заниматься. Давайте закончим этот ход. Посмотрим, что у нас получится. Итак, войска у нас собираются. То есть, как мы это будем делать? Какой у нас план? Мы хотим насобирать максимально войск в данный момент. Попытаться по максимуму. У нас всего 3 территории, в которых тренируются воины. И у нас сейчас 167 воинов. В следующем... В следующем противнике у них 150 войск. То есть, мы можем их попытаться завоевать. Либо можем их нанять и завоевать следующих. Я думаю, давайте как сделаем? Давайте попробуем насобирать максимально войск. А там уже решим. Или попытаться как можно сказать... Ах! Я думаю, мы должны... Окей. Мы должны до последнего набирать войска. То есть, еще 2 хода нам нужно набирать войска по максимуму. Не обращая внимания ни на что другое. У-у-у! Мы 42 еды, 22. Так. Песчаная буря, приступ ярости сета закончился. Хорошо. У нас снова все добывается в больших количествах. Это есть гуд. Это есть гуд. У нас снова добывается еда. Много еды. У нас больше 200 войск. Нам нужно, значит, так сделать. Я думаю. Мы сейчас нападем на вот этих ребят, которых 150 осталось. Потом объединимся... Нет, нет, нет. Нам эффективнее всего объединиться с вот этими ребятами за 100 еды и 100 молотков. Или подождите. Если... Если вот... Я пытаюсь думать. Если это племя для захвата требует 100, значит следующее будет 150, потом 200. Сможем ли мы насобирать? 200 еды. До того, как у нас... Закончатся ходы. То есть у нас есть два хода. Если мы насобираем 200 еды. И 200 молотков. Ну, 200 молотков, да. Чтобы насобирать 200 еды, нам нужно по 25 еды собирать вход. У нас сейчас не добывается 25 еды. Но если мы сделаем вот так, переставим рабочего с молотков на еду, у нас добывается 24. Даже 24 должно хватить. Даже 24 должно хватить. У нас лучшего места с едой нигде нету, да? У нас сейчас самое... Ну, вот здесь на двойке все сидят. И это нормально. Окей. Если все будет нормально. Если сейчас никаких песчаных бурь не будет. По идее, по 24 тоже пойдет. Как раз мы... 248, ровно 200 еды у нас будет. И мы сможем сделать то, что я хочу. Мы хотим два первых племени завоевать, которые за 100 еды и за 150 еды мы завоюем. А третье племя, которое за 200 еды, мы захватим. Вот так вот. Окей. Хорошо, хорошо. Все будет нормально. Я вам говорю. План не подлежит провалу. Заканчиваем ход. Теперь мы еще раз заканчиваем ход. И в последний ход мы всех завоевываем. Если у нас, конечно, после каждой попытки завоевания не заканчивается ход. Тогда мы в заднице. Об этом я не подумал. Окей. Значит так. У нас 283 войска. То есть мы завоевываем двое первых, нанимаем третье. Завоевываем. Легкая победа. Атаковать. Какая у нас интересная эта система боя. Но мы действительно в легкую их победили. Следующее племя. Как я и... У них войска 140. Мы их тоже завоевываем. Оу. Тут стоит-то не так дорого. Но все равно на всякий случай я их завоевываю. Потому что воины орут боевой клич и бегут вперед. У них... Я так понимаю, что наши воины вот которые слева. А вот справа это какие-то необразованные воины. Вот мы египетские воины. У нас красивые коровьи щиты. Коровьи одежды. А вы какие-то в леопардовых шкурах непонятных. Мы победили. И вот последнее войско, которое толстое. В 220 людей. Мы его нанимаем себе за мирным наемом. Ну, я думал тут потребуется 200 еды. К счастью требуется 100 еды. Но я этого не знал. И мы как бы слишком сильно, слишком хорошо подготовились. Но слишком хорошей подготовки никогда не бывает. Особенно если кошки прыгают по голове. Вы... Если вы раньше меня не смотрели мой канал. То кошки, которые тут ходят. Вы их не видите. Но они тут есть. Поверьте мне. Тут 4 кошки, которые считают, что мой стол. Моя импровизированная звукозаписывающая студия. Это главная магистраль. Для того, чтобы дойти из комнаты в кухню. То есть нельзя просто по полу пройти. Надо залезть на шкаф. Потом пройти по моему столу. По моему микрофону. По моей спине. И потом уже пойти в кухню. Хотя обход здесь есть. Здесь двери никакой нет. Ну, то есть можно просто идти по полу. Но нет. Куда там. Итак. Испытатель не пройдено на бронзу. Но мне все равно как-то на бронзу или на золото. Я удивлен, что мы вообще это испытание прошли. И объединили там Иеронокопольское. Чего там мы. Иероконпольское вождество построили. Это слово очень сложное. Мы получили контроль над большинством территорий. Которая включает несколько городов. И несколько десятков небольших племен. Это значительно усиливает власть хора. Вперед хор. Хорус за императора. Улучшение региона. Плюс один пшеницы. Плюс два молотка. Бесплатная разведка карты города. Открыта вся карта округи. Ура. Мы составили полную карту окружающей местности. И открыли первый регион на карте Египта. Доступна карта Египта. Чего? Задание выполнено. Знания об окружающих землях принесли нам много хорошего. А еще мы расширили наши границы. Разведать 48 областей. Окей. Формирование знати. Наше племя растет. Управлять им все сложнее. Поэтому нужна особая прослойка в обществе. О-о-о. Прослойка в обществе. Ну, вкусная, наверное. Которая бы взяла часть власти в свои руки. Управляла людьми во славу хора. О, да, я знаю. Это надо назначить меня. Я самый лучший прослойка. Цель. Изучить примитивная армия. Натренировать 300 воинов. Бонус там. Что-то 30% прироста. Награда. Плюс 100 воинов. Хорошо. Что-то случилось. Где моя карта? Михалыч? Где моя карта? Вот это что ли моя карта? Вот это что ли эта речка, где я раньше жил, да? Она превратилась. Мы все сначала типа начинаем? Нет, подожди. У нас 23 человека. Что-то я не понял. Э. Где она? Шанс восстания. Регионы управляются не так эффективно, как ваше главное поселение. Наверное, неверная политика может привести сначала к восстанию, а затем к полной независимости и потере региона. О, вау. Это что-то новенькое. А вот эти собачки какие симпатичные. Чтобы снизить напряжение в регионах, почти тайте богиню Нехбет. Или давайте регионам послабление. Доступен шанс восстания. Очень хорошо, что шанс восстания доступен. Что мне в жизни не хватало тогда восстания. Так, карта Египта. Вы уже тут. Что-то я не понял. Что значит карта Египта и как мне с этим обращаться? Я не понимаю, что делать. Так, секунду. Это название вашего поселения в виде древнеегипетского иероглифа. Хорошо. Формирование знати. Я очень рад. Вождество. Зашибись. Что происходит? Какие регионы? Что? Куда? Создать новую группу рабочих. Ну, идите работайте, рабочие. Карта Египта. Я что-то тут только одну карту вижу. Ну ладно, сейчас мы разберемся. Давайте технологию разовьем. А то что-то у нас тут не развита технология. Так, бальзамирование. Пивоварение. Ох, я даже другие не буду смотреть. Пивоварение изучить 100%. Я даже не буду читать, что оно дает. Но оно нам нужно срочно. С последними событиями. Без бутылки не разберешься. Так, максимум населения строим. Где это у нас строится? А? Кто мне скажет? Кто мне подскажет, где она, где она? Где у нас это максимальное поселение строится? Вот здесь, что ли? В этом региончике? Я не понимаю. Я не понимаю, где мои все постройки, которые я строил до этого. О, блин, перенаселение. Ёлки-маталки. Ну, ладно. Перенаселение пускай будет. Нам придется потерпеть перенаселение, пока мы квартиры не построим. Я не хочу уже этого раба выгонять. В смысле, рабочего отправлять в заслуженный отпуск. Конечно. Я хотел сказать про раба, которого казнить. Нет, нет. У нас тут все по собственной воле. В нашем древнем Египте. Пирамиды. Не смотрите, не обращайте внимания на стоны и хлысты кнута. Это развлечения такие. Специальный бордель такой. Новая знать сформировалась и крепко держит власть в своих руках. Гарантирует их привилегии и статус первой отряды воинов. Окей. Хорошо. Торговля с Палестиной. С Палестиной, да? Товары соседей с севера оказались уникальными и очень изысканными, что вызвало бурю восторга среди наших аристократов. Знать требует наладить постоянную торговлю. Так. Разведать на северо-востоке Палестину и начать торговлю с местным племенем. Окей. Бонус длительность разведки минус 50%. Я не против. Палестина где-то в правом верхнем углу живет. Я понял. Окей. Палестина там. Укрепление власти местной аристократии привело к появлению хоть и примитивных, но крупных региональных центров. Вождеств. К северу от нас появились первые вождества Египта с центрами в поселениях Омбас и Тинис. Я вот чем дальше играю в эту игру, тем больше мне кажется, что я это все слышал когда-то в школе на уроках истории, но нахрен забыл к чертям собачьим, потому что, видимо, в жизни это мне все не нужно было. Но это чертовски интересно. Я отвечаю. Мне... Я не шучу. Мне очень интересно. О! Вот, вот. Мы видим снова нашу дары хаппи. Хаппи, хаппи, великий бог Нила, хаппи, улыбнулся нам, потому что он хаппи. И если ты, бог Нила, улыбнись, потому что ты хаппи. Великая река наполнилась... Мне нравится его имя. Великая река наполнилась жизнью. Сети наших рыбаков трещат от огромных уловов рыбы, а берега реки обильно поросли зелеными крокодилами, которые поедают наших детей. Ну, тут написано не так, но мне Нил все время именно вот примерно так представляется. Никаких там сетей, рыб и всего остального, а сплошной ад из зеленых крокодилов. Как я... Ага, вот, я на карту Египта перешел. А как я переходил обратно в поселение? А, вот, карта поселения, карта Египта, окей. А где на карте Египта наше поселение? Вот это хреновина, что ли? Ну, вот это, наверное, наше поселение, да? То есть мы... Итак, мне нужно понять, как это действует. Отдельно мы рабочих засылаем в поселение строиться, а отдельно они работают на карте Египта и отдельно же проводят разведку. Знаешь что? Разведывай карту Египта, друг. Это как бы две отдельные карты, да? То есть тут мы строим здания, а на карте Египта мы проводим дипломатическую деятельность. Логично, логично, я не против. У нас по-прежнему тренируется огромная армия, просто гигантская. Я, наверное, прекращу это дело пока что. Давайте займемся все-таки, как-то распределим наши силы. Вот вы, ребята, например, давайте добывать стройматериалы, потому что со стройматериалами у нас, если честно, немножко напряг. Вот так вот, и было бы неплохо добывать еще... А можно, знаете, один из вас может добывать нам власть. Власть это тоже хорошо. Что нам тут поселение вот это красное? С ними нам что сделать? Можем их подчинить. Ожидаемое сопротивление. 329 воинов. Затраты на подготовку. 7 еды каждый ход. Ааа, мы можем, мы можем их подчинить. Я думаю, с вот этими вот, с могущественное племя цветов льна. Они тут тусуются, и с ними ничего не сделаешь, да? Мы можем их ограбить, но на кой хер нам это нужно? Мы их просто завалим, и все. У нас войск больше, войска у нас увеличиваются. Да, мы затраты, там, 5 ходов потребуются нам на затраты. Но я думаю, надо от них избавиться, пока есть возможность. И знаете что? Мы еще одну группу рабочих наймем, и отправим их... Во, в море, там, добывать ячейка с тремя еды. Это отличная идея. Знаете, даже что? Даже на карте Египта у нас есть ячейка, где 2 еды, 3 молотка. Но я думаю, что... Нет, да я думаю, что это хорошая идея, да. Идите, вы идете на карту Египта. Я вас отправляю сюда. Да, прикольно. Мы можем, то есть, рабочих распределять между Египтом и, собственно, своей территорией. Даже, знаете, нам придется сделать не так. Что-то построить, наверное, мы хотим с вами. Что конкретно? Захоронение с животными. Доступно к постройке. В Ира... Конполе рядом с Арекратами хоронили животных, как показатель высокого статуса. Гребаные ублюдки. Я надеюсь, вы их хоронили уже дохлыми, а не живыми. Потому что, если вы их хоронили живыми, животные вас в потустороннем мире найдут и будут грызть вам глотку вечность. Тысячи лет вас будут убивать ваши собственные домашние животные. Прикиньте, как это будет хреново. Так, давайте... Я не буду это строить. Мне даже противно это строить. Это, конечно, глупо, но мне реально некомфортно от самой мысли. Ладно, давайте разовьем... Бальзамирование. Вот. Длительность разведки минус 10%. Звучит как что-то, что нам абсолютно сейчас не нужно. Короче, закончить ход. Пока что, парень, занимайся разведкой. И знаете, что нам нужно... Нам куда? В правый верхний угол, сказали. К Палестине идти. Вот мы туда и пойдем. Разведчик, вперед. Можно еще рабочих построить группу? В принципе, почему бы и нет. И у нас тут на карте Египта очень хорошая территория, кстати. Для добычи всего. Караваны из Месопотамии. Окей. К нам пришли торговцы шумеры. Шумеры, шумеры. Смотрите, а где их колесо? Вот что я точно знаю, это то, что шумеры колесо изобрели. Не эти. Оказывается, колесо изобрели не... Не россияне и не украинцы, как я думал все время. Потому что они на танках ездили. Ну, не знаю. Я какую-то шутку хотел пошутить. Типа, мы все изобрели первые. Но, знаете, она заглохла. И иногда, когда пытаешься пошутить шутку, надо признать то, что она заглохла раньше времени. И ты не смог это сделать. И как бы съехать и честно признаться. Поэтому это лучшая тактика, если вы когда-нибудь стендап-комиком станете. Как только начинает шутка проваливаться, сразу начинаете оправдываться на сцене. Прямо это 100%. Проверено. Поэтому я стендап-комик знаменитый. Ну, может, знаете. Павел. К нам пришли торговцы-шумеры. Их земли славятся богатством и высокой культурой. Караванчики поведали нам некоторые свои тайны и просят разрешение торговать. Что мы готовы у них купить? Ха. Купить шумерское оружие. Зачарованное могучими заклинаниями. Круто. Эффективность торговли плюс 20%. Знаете что? Силы противников минус 5% звучит как что-то, что может нам пригодиться. Я куплю у них оружие. И в будущем это нам понадобится. Все равно воевать будем. Че уж там. Дары. Хаппи. 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 Опа. Вот мы и нашли, кстати, враждебное племя. Как раз то, что нам нужно. Ну, в смысле, еще не нужно нам, но с этим придется мириться. Так. Новые территории. Здесь надо тогда передислокацию сделать на родных землях. Немножко рабочих попересаживать с места на место. Во-первых, новое строительство начать. Вот черт с ним. Я построю... Знаете что? Нам домики надо построить, да? Ого. Стоимость строительства уже очень дорогая становится. Все не так просто. Мы уже так просто на еду не можем людей отправлять. Потому что нам этого хочется. Нам нужно добывать стройматериалы тоже. Причем в таких больших масштабах. Они у нас нигде не добываются толком. Даже не знаю. Ну ладно. Ты знаешь что? Ты все равно идешь 4 еды добывать. Это слишком большое количество, чтобы игнорировать. Вот где-нибудь где у нас 2 еды добываются. Вот ты пойдешь на стройматериалы, да? Я мог бы тебя, конечно, направить на 3 еды. Но знаешь, что ты идешь в стройматериалы. Но они нам нужны. Уже совсем плохо. Так. Так, и карта Египта. Давайте посмотрим, что это за парень. А что это за племя? И где оно живет? Могущественное племя Сета сжигает маленьких собачек в огне. И приносит козлом в жертву. Дети у них лысые и мотыги. А, они раба ведут, они его убьют. Нет, спасти, убить, уничтожить, починить. Ожидаемое сопротивление около 1,4 тысячи воинов. Окей. Хе-хей. Вау. Наши разведчики вернулись с племени Сета. Знаете, что нам нужно с ними подружиться? Я думаю, что это племя, их культура и религия очень схожи с нашей. Мы, этот, как две противоположности. Должны любить друг друга очень долго и счастливо. Эти люди занимаются в основном земледелием и набегами. Прям как мой дед, который служил в СС. Что? К нам они относятся враждебно. Они непобедимые воины. Их военная мощь 1 тысяча человек. Вау. На обмен у них есть ценнейший товар золота. Как с ними поступить? Ооо. Я не знаю, что нам тут делать. Нам, наверное, ничего с ними не сделать. Нет, у нас слишком мало войск. Мы очень хорошо сделали, что взяли ослабление противников. Потому что такие противники нам вот сейчас вообще не по зубам. Давайте разведку дальше проводить и не этот. Не выеживаться. Просто заканчиваем ходы и черт с ними. О, еще одно враждебное племя. Класс. Гончар... Пожар в гончарной мастерской. Гончар жил в своей мастерской и случайно устроил пожар. Это для него трагедия. Но через 5500 лет по раскопкам его мастерской ученые смогли воссоздать облик домов и ракон поля. Бедный гончар. Мне как-то пофиг на ученых, которые через 5000 лет что-то там раскопают. Лучше бы у гончара не было пожара. Я так думаю. Повреждение мастерской. Единоразово плюс... Плюс 9000 культуры через 5500 лет. Я обожаю эту игру. Жесть. Ну, мастерская, правда, была повреждена. И у нас теперь в огромный минус уходит строительство. Нам нужно использовать сокола хора для починки. Не для починки, а для ускорения строительства. Иначе мы не достроим эти жилища. А так они на халяву достроились и мы сэкономили очень много. О, тихо, 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 тихо. Это наш будильник. То есть пора заканчивать серию. Но мы сейчас еще один ход закончим. И... Тогда уже разойдемся по домам. Так. Куда ты у нас пойдешь работать, мой дорогой друг? Нам нужны стройматериалы. Давай, знаешь что? Вы, наверное, ребята будете колонистами и пойдете, собственно, на карту Египта работать. Один сюда за стройматериалами. А ты все-таки на разведку иди. Так, ну и строительство надо бы назначить какое-то. А, у нас так плохо стройматериалы добываются. Мы подождем со строительством пока что. У нас нет, у нас просто нечего строить. Мы набираем, кстати, военную мощь потихоньку. Уже 500 с чем-то людей у нас в войске. А, подчинение племени цветов льна. Ну, атакуем. Мы сейчас потеряем войска. Мы потеряем войска. Но враги зашли нам во фланг. Они охерели, что ли? Какой фланг? А почему это мы им во фланг не зашли? Вообще-то, если бы я контролировал вручную этот бой, я бы им сам... Бой стенка на стенку. Я бы сам зашел им во фланг. Вы мне тут не рассказывайте, мистер компьютер. Вот, вражескивая, начальник убит. Другое дело. Цветы льна. Победа. Цветы гребаного льна. Племена на карте поселения объединены. Все крупные и мелкие племена теперь объединены под нашей властью. Отныне эта земля будет процветать под крылом великого хора. Да, в хору пришлось всего лишь вырезать всех несогласных. Для того, чтобы это случилось. Ну, стандартная политика любой церкви. Что здесь такого? Прирост 3 еды, 3 молотка и 3 религии каждый ход. Это неплохо. И у нас появилась территория, в которой можно добывать 6 культуры. Чего я делать не буду. Я не думаю, что нам нужно 6 культур. Ну, 6 это большое число. Но я подожду другого момента какого-нибудь. Пока что мы построим сохранение домашних животных. Что я вам скажу по этому поводу. Так, у меня там ремонт закончится. Да, на следующий ход закончится. Окей. Ну, я думаю, на такой веселой ноте. После уничтожения племени цветков льна. Мы закончим. Мы закончим. Эту серию. Мне понравилось. Если вам понравилась эта серия. Подумайте над тем, что поставить внизу лайк. Это очень поможет серии видео по Египту. Хотите смотреть продолжение? Конечно, подписывайтесь. Здесь Египет выходит ежедневно в 18.00. А я благодарю вас за просмотр. Мы с вами обязательно увидимся в следующий раз.